Всем привет, ребята! Сейчас уже где-то, наверное, 5 часов вечера, достаточно поздно сегодня начинаю влог, потому что пока делала свои дела, в общем, в первой половине дня, и как-то не было времени. Сейчас уже собираюсь пойти за Каролиной, вот, потому что хочу её сейчас забрать, и после этого хотела зайти ещё на почту, потому что в связи с тем, что были праздники, я не смогла отправить посылку победительницы. И вот хочу это сейчас сделать, пойти на почту сходить, возможно, потом прогуляемся, может быть, ой, что такое, в общем, пойдём прогуляемся на площадке, и придём, когда после этого домой. Серж тоже приедет после работы, хотела бы сегодня приготовить ужин какой-нибудь, но это пока не точно, так что не могу сказать, что мы будем готовить. Главное сейчас пойти забрать Каролину и отправить посылку, это дело номер один для меня сейчас. Я уже, в принципе, собралась, не была сегодня как-то настроена на то, чтобы накраситься, целый день ходила в таком домашнем виде. Я сегодня уже помыла голову, высушила её, другим шампунем теперь помыла, чтобы не перенасыщать всем питательным. В общем, пошла я за Каролиной. Я уже забрала Каролину из садика, она решила прогуляться на площадке поиграть, и вот играть со своим мишкой. Ты видишь, он упал? Давай его поднимай, потом надо будет дома его постирать. Это тот самый мишка, который она относила в садик. Сходила я за посылкой, получила, отправила посылку победительнице, и мы сейчас хотим заехать в магазин, купить бананов. У нас были, но мы их все съели. Каролина хочет бананы, поэтому сейчас заедем в магазин. Сеш не постегнулся, здесь рядом, поэтому она не спикает всё. Я простояла в очереди где-то час, чтобы отправить и получить посылку. Но не где-то час, я простояла час и пять минут. Жалко время, которое я провожу в очереди. Поэтому не знаю, сейчас приедем, что мы будем делать. Как бы я не рассчитывала, что я там буду больше часа стоять. Давайте еще пойдем в Макдональдс, зайдем, покушаем Макдональдс. Каролина говорит, давайте еще в Макдональдс зайдем, покушаем там. Ты в Макдональдс не хочешь покушать сегодня? И мороженое купить. Мороженое? Тебе еще нельзя мороженое, ты что? Вот, Каролина уже тоже запарилась ждать меня. Так что зайдем сначала в магазин, а там видно будет. В общем, мы все-таки решили зайти в Мак. И у меня что-то случилось с флешкой, и не записывается иногда видео. Вот, Керри ест свою картошку фри, она делала хэппи мил, и ей забыли положить сюда чизбургер. А в прошлый раз забыли положить сок. А до этого нам вообще не положили, когда мы с собой брали, три пачки картошки по-деревенски. Вот, огромный фри взяли. У них сейчас какая-то там, типа, акция благотворительная идет, если покупать эту картошку фри. А вот такой чизкейк... А, конечно, не держит. Да, не? А, пусть вот так лежит. Чизкейк взяли, такой десерт попробовать. Ну, с руки потери. Да, что-то типа новинки. Салфетки все же взял. Два вестернгурме мы с Сержем взяли. Вот, Каролина себе взяла фанту, а мы с Сержем большую колу 08. И она себе какую-то игрушку взяла, кружку. В общем, вот так вот. Это не кружка, это выжималка. А, это выжималка? Да. А, блин, точно. Да, точно, точно. А я как-то не догадалась. Я думаю, это кружка. Вот. Какие ты соусы взял? А-а-а. У меня сладкий чили и у тебя карри, да? Вот. В общем, сейчас будем есть и травиться. Так, сейчас руки нужно сначала протереть. Мама, круто, когда ты хали, не делала я саказы. Камень. Да, круто. Что, вкусно картошка в фри сегодня? Не очень? Не очень. Приятного аппетита, Керри. Пока. Так много картошки в фри мы точно не съедим. Смотрите, какой у меня бургер. Так прикольно тоже подают. Ну, в принципе, мы такое уже ели гурме, по-моему, мне так кажется. Нет, тот был гриль гурме, а это вестерн гурме. Он идет острый. Вкусный? Ну, я бы не сказал нормально. Короче, в общем, не очень, я думаю. А тебе как твой? Лайк? Я смотрю, ты любишь бургеры, да? Ну, давай, ешь. Вы представляете, Каролина съела весь свой чизбургер и отправила Сержа за наггетсами. Говорит, хочет наггетсы. Да? Обжорка. Ты первый раз съела целый, да, чизбургер? Никогда не поедала. Никогда. Красиво? Уже Новый Год? Да. Только что на упаковке прочиталось, что это действительно соковыжималка. Это набор посуды. У нас уже есть вот такой чайничек, Хэллоу Китти. А это соковыжималка. Апельсинчики, да, будешь давить? Я знаю. Ты знаешь, а я не знала. Потому что, наверное, похож на сахарку. Ну, похоже. Но я сначала подумала, что это вообще кружка. Твои наггетсы готовы. Сейчас Пахан принесет их. Наггетсы вкусные. Ты их съешь, а селишь? О, он идет уже. Че там, а? А че тебе с собой как будто бы отправили? Ты че, еще соусы взял? А? Или соусы идут куда? Мой наггетсы. Тихо, не кричу, уронишь. От того, что ты кричишь, ты можешь уронить, поняла? Ешь давай свои наггетсы, попробуй. В общем, на улице уже так быстро стало темнеть. В 5 часов уже темно. Вот, пока что сидим. Здесь немножко потусуемся, потом поедем домой. Будем смотреть свой сериал. Наверное, Луна и девочка у нас не верила. Луна и девочка? В общем, мы вчера, Сержин, начали смотреть сериал, который я смотрела в прошлом году. Называется «Вечность». И он посмотрел две серии, и ему понравилось. Если вы смотрели сериал, напишите свое мнение. Вот, «Великолепный век» пока что мы отложили. Сейчас «Вечность» досмотрим. Там всего лишь один, по-моему, сезон, 20 серий. Так что не очень много. А потом все-таки «Великолепный век» начнем смотреть. Кстати говоря, я хотела посмотреть «Кесэм Султан», или, как называется, другой похожий сериал. Но все как-то не решалось. Мне кажется, что он будет чуть похуже, чем «Великолепный век», но я не знаю, я не ручаюсь, хочу посмотреть его. Давай, короче, в «Макдональдс» тоже ходить. Не будем в «Макдональдс» ходить? Хоча? Короче, Серж сидит здесь и больше не хочет ходить в «Макдональдс». Ему вообще ничего не понравилось. Только недавно сейчас с ним разговаривали о том, что вот если раньше, я не знаю, лет 5 или 6 назад «Макдональдс» казался, там, выходишь, и настроение такое праздничное как будто было. А сейчас «Макдональдс» вообще не радует. Ну, не знаю, почему так. Почему так? Не вкусно. Не вкусно? Как будто раньше было вкуснее. Ну, ты и все мне до сих пор нравится. В общем, ладно, посмотрим сегодня сериал свой, а потом будем смотреть «Великолепный век». И, кстати, вы у меня еще спрашивали, смотрю ли я «Дорамы». О, я очень сильно их смотрю, и только я их смотрю. Все же «Дорамы» не смотрят, а я смотрю. Если хотите, я как-нибудь вам расскажу о моих любимых «Дорамах». Если вам интересно, какие «Дорамы» я смотрела, какие я люблю, и кто из... Что-то так на меня смотрит. И кто из актеров мои самые любимые. В общем, я тогда вам расскажу в следующих влогах о своих «Дорамах» самых любимых. Если же ты не можешь кушать уже, не надо давиться. Зашли в магазин, купили бананы Каролине. И еще зашли... Я хочу бананы. Ну, сейчас ты дома будешь кушать их. Нет, я их купила. Ну, логично, да. И мы еще зашли и купили рыбки для того, чтобы сейчас смотреть сериал. И грызть рыбку. Взяли несколько видов. Рыбку, кальмаров. Вот так что будем сейчас грызть их. Мама, 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 мне я одну рыбку достану. В общем, мы уже приехали домой. Я хотела показать вам, что ко мне пришло в посылке. Глядите, какая огромная посылка. А внутри там очень-очень мало продуктов. Вот что было внутри. Пришли ко мне мои новые расчески. Эта расческа мне заказала Каролине. Заказала такую маленькую. Вот. Это детская получается расчесочка. Но ее еще можно использовать как travel версию. То есть такая маленькая, небольшая. И вот эта расческа хороша тем, что здесь есть расческа для расчески. То есть можно будет вычесывать там всякую пыль, волосы, лишний. Чертик, привет! Он вообще у нас всегда там, где люди. Такой вот он у нас. Вот. И получается, что... А я еще хотела, кстати говоря, выбросить Сержа вот эти вот джинсы. Эти у него Levi's. А эти у него H&M или Zara. Уже не помню. Вот. В общем, короче, пришли мне две такие расчесочки. И еще пришла помадка для бровей. Это у меня темно-коричневый цвет. И мне кажется, что он мне подойдет. Я вот переживала, подойдет. Нет, но я думаю, что да. Ardell. Это вообще самые крутые реснички накладные. Вот я еще взяла себе вот такие реснички, как кошачий глазик. Знаете, они идут длиннее к внешнему уголку глаза. Обязательно их наклею. Посмотрим. И, если что, фотку в Инстаграм выложу. И также еще заказывала вот такую штучку. Это уже идет пудра для бровей. Она идет для окрашивания и коррекции формы бровей. Ну, в общем, пудра. Я не знаю, можно ли ее будет сочетать. Я думаю, что можно. Потому что по цвету это тоже у меня темно-коричневый. И это, в принципе, мои цвета. Даже если будет чересчур теплые, у меня такие тоже идут. Вот, в общем, такая у меня была посылочка. Кстати, я не помню, я вам говорила или нет. На воскресенье я записалась в ветклинику. И мы повезем Грома и Чертика на кастрацию. В общем, будем их кастрировать в это воскресенье. Пока еще не знаю, как они это все перенесут. И что нужно вообще делать. Но нам сказали, что за 12 часов до этого не нужно их уже будет кормить. То есть, можно поесть, но нельзя кормить. Нужно будет спрятать корм, чтобы не было доступа. В общем, это воскресенье. Поедем их кастрировать. Посмотрим. И заодно узнаем их возраст. И породу Чертика узнаем. Ну, и Грома, в принципе, тоже нужно будет подтвердить. Русская или голубая. Но хотя по всем характеристикам так и есть. Вот. Так что нужно будет узнать, что за порода у Чертика, в конце концов. Что такое? В общем, мы с Сержем сели смотреть комментарии и хотели передать привет. Значит, Софья Личман. Серж, а тебя? Сколько? Софья Личман. Личман. Софья Личман. Передаем тебе привет. Передаем привет. Саша Маренко. Саша Маренко. Аяна из Казахстана. Аяна из Казахстана. Лиана из Улан-Удэ. Лиана, привет из Улан-Удэ. А ты знаешь, где Улан-Удэ находится? Да. А я не знаю. Передай привет Гулжайне и ее маме. Передаю привет Гулжайне и, соответственно, твою маме. Гулжайной маме привет. Сейчас здесь пишут, что великолепный и крутой сериал, как я тебе и говорила. Его нужно будет посмотреть. Мы надолго засядем, если будем смотреть. Мы просто начали какой-то сериал в фурове, да? Да, Вечность. Ну, смотреть, да. Поэтому два сериала одновременно. Это слишком большая нагрузка. Серж, побрейся тебе здесь, короче, пишут. А ты сегодня брился? Да. Не, я еще вчера побрился. Или сегодня. Не, вчера, кажется. Да, вчера. Ну и, короче, у меня здесь Марта Ивановна пишет, чтобы я не смотрела в экранчик. Просто так намного легче, когда что-то говоришь. Потому что, когда смотришь постоянно в объектив, получается, смотришь как будто бы никуда, а все равно хочется видеть какой-то контакт глаза в глаза. Поэтому так и получается, что я смотрю в экранчик. Ну, я не буду тогда. А куда ты будешь смотреть? Вообще туда смотришь, куда-то. Короче, Серж сейчас сказал, что он путает Улан-Удэ с Улан-Батром. В общем, короче, я хотела рассказать вам еще по поводу сестры. Вы у меня здесь спрашивали в комментариях, где моя сестра с мужем и почему она живет не с нами. До этого она была здесь в России. И где она сейчас? Она живет и жила в Корее со своей семьей, со своим мужем и дочкой. Ее зовут Лера. Ну, вы ее тоже знаете. И они живут в Корее. Поэтому они как бы не собираются в Россию. Они просто купили вместе с нами квартиру. Ну, и живут они в Корее. Пока они сюда не собираются в ближайшее время. Так что, если что-то вдруг поменяется, то я вам об этом скажу. А пока они живут в Корее и не собираются обратно. Вот, им там очень нравится. Также вы у меня еще здесь спрашивали по поводу того, сколько комнат в квартире. В квартире всего комнат 4. Два балкона, два санузла. Вот. Такая вот у нас квартира. Так вот, почитала все ваши комментарии. Сейчас пойду умоюсь. Каролина уже искупалась. И после этого мы уже заляжемся. В общем, отправила уже победительнице ее трек-номер, чтобы она отслеживала посылочку. Так что знайте, что хоть я и не могу ответить на все комментарии, я их всегда читаю, всегда их все вижу. Так что не бойтесь, что ваш комментарий останется незамеченным. Обязательно все прочитаю, все увижу. И более того, даже Серж увидит все это. Зайка пока смотрит мультик и грызет рыбку. Да? Скоро будешь спать. Надо тебе сейчас косичку расплести, чтобы волосы отдыхали. В общем, короче говоря, я сейчас была в том санузле, где у нас кошачий лоток стоит. И я там видела, что гром ходил по своим делам. Не знаю, по большому или по маленькому, но по-моему, по маленькому. И за это время, после того, как я оттуда вышла, я прохожу через другой санузел и чувствую фонит. Ну, я думаю, значит, раз гром там был, значит, это гром. Потом думаю, как-то странно, с того конца квартиры сюда никогда не доходил запах. И меня потом вдруг начало осенять. И я думаю, наверное, все-таки здесь находится дерьмо. Пошла посмотрела, смотрю, короче, прямо в ванне находится куча. И это наделал точно черт. Короче говоря, если до этого просто была в ванне, да, там где-то у изголовья, то это прямо где дырка. Серж такое лицо сделал, потому что Серж убирает за ними, когда они где-то гадят. Вот, конечно, если там это в течение дня там произойдет, я тоже могу что-то подчистить. А так, если у нас в основном происходит так, что они ходят либо утром, когда Серж еще не ушел на работу, либо вечером, когда он уже пришел с работы. Серж, Серж уже лег, уже рыбку свою достал. В общем, включил там видео, начал потихонечку лопать эту рыбку, кальмаров, с таким смаком. И думает, все, я наконец-то отдыхаю уже. Как бы и устал тоже сегодня. А тут не тут-то было. В общем, черт, ему все пообломал. И я уже жду не дождусь воскресенья, когда мы его, короче, отведем к доктору. И пусть им все, в общем, сделают все как нужно. Потому что уже все, уже нельзя не терпеть ничего. Я, кстати говоря, сегодня звонила и узнавала вообще, можно ли Грома стерилизовать. И нам сказали, что можно от полугода. То есть, если ему есть полгода, но я не уверена, ему, по-моему, только-только, наверное, полгода исполнилось. Потому что, когда мы его нашли, ну, ему было, наверное, пару месяцев, не знаю. Вот, в общем, пока там Серж делает дела, убирает за котами, я думаю, что уже все, мы будем закругляться. И дальше я к нему присоединюсь, и мы будем смотреть свой сериал. Я надеюсь, что вам этот влог понравился. И вы поставили пальчик вверх. Вот, до сих пор чувствуется запашок. И мы с вами увидимся уже завтра. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok